В столице Татарстана состоялся праздничный концерт, который открыл правящий архиерей Казанской епархии Владыка Анастасий. Помимо концертных номеров, на сцене состоялось награждение победителей Первой Олимпиады по древнегреческому языку, а также регионального тура Всероссийского конкурса «Православная инициатива». Слово нашим коллегам из информационно-издательского отдела епархии. Традиционно каждый год в Казани по случаю Дня славянской письменности и культуры, празднуемого в День памяти святых Кирилла и Мефодия, проходит праздничный концерт. В этом году он прошел в культурном центре «Сайдаш» и был приурочен не только к Дню славянской письменности, но и к главной юбилейной дате этого года – 400-летию со дня мученического подвига святителя Ермогена, патриарха Всероссийского. Вечер начался со вступительного слова архиепископа казанского и татарстанского Анастасия. В своей речи владыка отметил особенный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, трудами которых славянские народы смогли услышать Слово Божие. Мы не можем себе представить, сколь велико значение этих равноапостольных братьев, которые сделали очень многое для славянских народов. Не только не очень многое, но самое главное – они дали Слово Божие. Господь, посылая своих апостолов на всемирную проповедь, сказал «Идите научите все языки, крестящие во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот основная цель нашего бытия на земле – это проповедь Слова Божьего. Далее архиепископ совершил награждение победителей и участников Первой Олимпиады по древнегреческому языку, прошедшей в Казанской духовной семинаре в рамках празднования Дня славянской письменности, а также региональных победителей Всероссийского конкурса «Православная инициатива». Концертную программу по традиции открыл хор Казанской семинарии, исполнивший духовное и народное песнопение. ПЕСНЯ Также исполнением духовных и народных песен зрители порадовали певчей церковных хоров, хоровые студии воскресных школ и участники молодежных групп «Приходу в Казани». Помимо песен, на концерте также были исполнены танцевальные номера, подготовленные хореографическими коллективами воскресных школ. Вели концертную программу участники детско-юношеской театральной студии «Сказ» при приходе преподобного Серафима Саровского города Казань. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok